МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Навина региона» у студии Олена Велещанкова. Вітаю вас сегодня в выпуске. Кожный восьмый подъезд Могилёва отремонтованный властными силами Жахару. 15-го Снежня распочинаются в Могилёве новогодние казочные показы. Драм-театр, популярные актеры и самые цикавые спектакли. Снежинские сустречи в Могилёве собрали заузяты с театралу и творчую молодь. Кожный восьмый подъезд Могилёва же Харе отремонтовали властными силами. Про это поведомили у городским управлении коммунальных предприемств. На территории ЖРЭУ Кастрышницкого и Ленинского районов областного центра с початку года косметичный ремонт провели у 196 подъездах. 24 из их жильцы пофарбовали сами. Остальные провели у парадок силами коммунальников. Как нагадали у Могилёвским управлении коммунальных предприемств, у ремонт подъезда увядуть за кошт жильцов. Это прописано у законодавствия. У жилево-коммунальной господарцы графики формируют на год на перад. Для того проводят сезонные огляды, наведывают дамы по разных адресах и складают списы. А жихары различываются за проведенный ремонт подъезда по квитанциях за оплату коммунальных послуг. Телефонная линия будет працевать с 9 до 12 годин. До Руслана Пархамовича можно будет так само звернуться с пытаниями по жилево-коммунальной господарцы, с увязи и транспорте. Нагадаем, номер телефона у Могилёвя – 50 18 69. Одночасово промыть телефонные линии проведуть керунники усих гар и райвыконкам у Могилёвщины. Так, например, у Могилёвским гарвыконкам ваша проблема поспробует вырешить намесник старшыни Владимир Дударов. Нумер телефона – 42 21 02. И в той же час у Бабруйску ваше телефонование будет принимать старшыня городского совета депутатов Михаил Желудов. Нагадаем, у Бабруйску номер телефона – 76 21 41. Зрухи у развития моторики, знижение нервового напружения. Сенсорный покой даёт реальные выники выхованцам допоможной школы Могилёва. Гэтае сучасное обсталевание заявилось тут за сродки, собранное подчас телемарафону «Наши дети», яке летось провела телерадиокомпания Могилёв при патрымце Аблаканкама и Белорусского детячего фонду. Сенсорный покой – гэта не просто место для гульнив. Ёнда помогает детям, яке отрымливают специальную эдукацию, стабилизовать эмоцийный стан, знять нервовое напружение и отрымать позитивный настрой. Основная цель создания всего этого пространства в сенсорной комнате – это психологическое разруска детей. Им здесь очень нравится заниматься. Здесь различные виды деятельности, которые им помогают, в том числе адаптироваться в условия школы. Счастливые усмешки гэтых дятей свечут не тому, что у гэтым покоя комфортно и вельми текаво. От гэтых изначально полепшается эмоциональный стан. Что больше всего нравится в комнате? Большое. А тебе что больше всего нравится? Мне нравится Дед Мороз. Во что ты играешь? Шарик. Хочу шарик. Что шарик можешь сделать, расскажи. Кручишь шарик, чтобы он выпал. У тебя получается? Да. Педагоги так само с радостью проводят тут уроки. Зараз выхованцы проходят коррекционные занятки. И допомагают им в этом специальное обсталивание. Яны купаются в бассейне с шарами. Долонями и стопами кранаются до разных по фактуры поверхних. Сенсорный коврик помогает развитию мелкой моторики, воображению детей. Здесь дети учат цвета, формы, конструируют какие-то подделки, либо же сами создают свои истории. Детям вельми подобается разом будовать с мягких модулев. А ли есть упокои и куток одиноты. Тут можно побыть одному, супокоиться, погулять с любимой цацкой. Сенсорная комната у нас оборудована в 2017 году. И это благодаря поддержке Белорусского детского фонда за счет денежных средств, которые были собраны при проведении в декабре 2017 года марафона «Согреем детские сердца». Так что мы благодарны и признательны всем участникам данного мероприятия. Усяго у школы навучается 130 детей, и каждому из них дают махчимость полноценно жить и развиваться. Юлия Нашлыкова, Виталий Алексеенко, Новины Регионы. 15-го Снежня распочинаются у Могилеве новогодние казочные показы. Першими свое представление пропануя глядачам областный центр творчести. Все лето их выбыл пау на каску мюзикл «Спячая прыхожуня». Основная идея сказки, да, что настоящая любовь побеждает все на своем пути, преодолевает преграды. До премьеры казки мюзикла «Спячая прыхожуня» засталось и крыху больше три дня. Так что репетиции идут полным ходом. Додают опошние штрихи декорациям и костюмам. Чем будете удивлять в этом году? Я думаю, сказка будет так же необычна. Сказка бытовая, но немножечко добавляем волшебства в нее. С помощью света, как обычно, каких-то новейших технологий, возможно. У постановцы заденечены больше за три сотни удельников. Коля сотниц их – школьники, выхованцы центра. Яны с нетерпением чекают свято и верить отсюда. Фьеры и танцы закружат и дорослых, и детей. И обовязково маленьких глядачов сустренут Дед Мороз и Снягурка. До речи, усяго у Могилеви пройдет больше за сотню мер приемствов, присвеченных калядам и новогодним святам. Юлия Нашликова, Юрия Лосцов. Новины региона. Снежинские сустречи у Могилевской областной библиотецы собрались за узятых театралу и творчую молодь. Тема традиционная – драматичный театр, популярные актеры и самые цікавые спектакли. Снежинским сустречам обиблиотецы уже шмат годов. Традиционная их публика сустракается с театральными актерами и режиссерами для того, чтобы мерковать спектакли и творчие планы. Например, на сустрече разговаривали про складанный спектакль «Липень» по тексту Ивана Вырыпаева. Глядачы говорят страшный, а ле цікавый. А выканавца галоны и один роли, каже, про спробу зрозуметь іншего человека, поставиться для его по-христианску. Чтобы была попытка понять человека, который совершил очень страшные поступки. На приканцы наступного титня будут объявлены выники национальной театральной премии. Сярод номинантов, Могилевский театр и, при нам все, Могилевский драматичный театр представил на премию пять спектаклей. У тем лику четыре – режиссерские працы Саулюса Варнеса. У яго своя театральная философия. Потому что театр – это ведь обмен энергиями. И если это заложено в энергетике, мы чувствуем эту энергию. Зритель чувствует, и этот обмен происходит. Происходит какой-то импульс, который нужен нам, чтобы мы сдвинулись с той мертвой точки своей жизни, своего какого-то периода. Новый период, чекая, в новом ходе и Мохилевский драматичный театр. Будут смены, был Саулюс Варнес, покидая пост халунных режиссеров. У афиши студия не пакуют комедии, фэнтези и каски. Зусим новые проекты, але уже у столицы, чекают и ведучих актера Ивана Труса. Я благодарен Могилеву, я благодарен той площадке, которая позволила встретиться мне с таким мастером, как Саулюс Варнес. Я благодарен многим артистам, которые действительно имеют право называться этим прекрасным именем артист. Здесь много всего хорошего в этом городе. Но вы идете дальше. Я иду дальше с удовольствием. Желаем вам удачи. Большое спасибо. Илона Иванова, Денис Бутылин, Новины Региона. И про надворья у пятницу прогнозуется безападкова лес парывистым ветром. При прояснениях у начи до минус 10 градусов. У день 0,5. На характер надворья поплываю в область повышеннага атмосфернага тиску. У выходные по прогнозе в область с прояснениями у начи у день снег и мокрый снег. И так на протягу двух дён местами туман и гололёдзица на дорогах. Температура поветра у день будзе от минус 2 градусов до плюс 3. Але заховаецца парывистый ветер. Тому все равно, кажуть синоптики, надворья будзе некомфортная. Такое ж надворья прогнозуется и на першую полову наступных годы дня. Самые актуальные новины наши в области на сайте ТВР Могилёв. Крупка Бая так само у группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюся. Дякую за увагу. И до встречи.